Я сделал три вида бизнеса. Продал автомобили, запчасти и драгоценный камень. Потом меня очень хорошо обманули. И я сейчас очень большая сумма в долгу. То есть услуги кондитера не стол востребованы, ибо практически всех пекут. Как предвинить себя и правильно подать рекламу, чтобы возобновить поток заказов. Большое желание начать свой бизнес. Но есть проблема с речью, заиками. Подскажите, с чего начать и как выйти. Видишь, я до сих пор на русском правильно не умею говорить, грамотно не умею говорить. Но это же не мешало министам миллионерам. Добрый день, дорогие друзья. Поприветствую вас из города Худжан до нашем офисе самому. Хочу ответить на несколько ваших вопросов по рубрике «Вопросы до влату». Спасибо, что задаете актуальные вопросы. Пожалуйста, ставьте лайк под эту рубрику. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым, кто нуждается на эти ответы и кому они помогают. И задавайте актуальные вопросы, я всегда отвечаю. Дорогие друзья, еще под рубрикой «Видите», нажимайте кнопку «Есть еще». Открывается, посмотрите, пожалуйста, список ближайших тренингов. Часто обычно нас спрашивают просто люди. Посмотрите, пожалуйста, список магазинов, где можно книги купить и так далее. И задавайте актуальные вопросы. Там есть почта и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Соломик, мой вопрос к вам, как выйти с долгом. Я 4 года уже не могу этот долг погасить. Я сделал 3 вида бизнеса. Продал автомобили, запчасти и драгоценный камень. Потом меня очень хорошо обманули. И я сейчас очень большая сумма в долгу. Сижу и не могу выход найти. Пожалуйста, дайте мне совет, с чего начать. Про 1. Когда человек попадает в долги? В двух случаях. Первый. Значит, вы хотите быть богатыми. Значит, вы хотели большего, чем было у вас раньше. Поэтому вы взялись за те дела, которые вы в это областях мало знаете, мало понимаете. Поэтому первая вещь, что человек попадает в долгах, потому что он берет, потому что он хотел большего. Он стремился к большему. И это естественное желание любого человека. Второе. Почему человек попадает в долгах? Обязательно, в порядке он залезет или пошел в те отрасля, в те области, где он не понимает. Поэтому вы попали в долгах. Поэтому вот это то, что вы потеряли, это чему-то вас научили. Это оплата за учебу получается. Но очень дорогая учеба. Я знаю, что это такое. Я был в долгах, я знаю, что это такое. Найдите мою книгу «Долгитая на глазах». Немедленно конспектируйте несколько раз. Или, не знаю, видеоурок найдите. Выходите к моему офису, спросите. Потому что это ваше сознание день за днем рушится. Если в данный момент в таком положении вы находитесь, найдите немедленно этот диск, конспектируйте его 5-7 раз. Потому что с каждым днем, если вы это не делаете, вы переживаете больше, вы думаете об этом больше. И ваше сознание рушится, как дерево, которое изнутри становится пустой. Точно так же ваше сознание сейчас к этому приведет вас. Что я рекомендую вам? Первое. Больше не берите долг. Не берите долг. Вы должны принимать решение, что я больше не буду брать долги. Второе. Думайте, на что зарабатывать. Посмотрите до этого, на что вы хорошо зарабатывали, что хорошо умеете делать. Фокусируйтесь на это, начнитесь это. Чем вы раньше занимались? Надо создавать доход, чтобы оплатить долги. Это очень важный момент. Третье. Не берите долг, чтобы делать бизнес сейчас. Наоборот. Работайте на комиссионной. То есть, найдите в том сфере, где вы хорошо понимаете, человека, который что-то производит, что-то продает и так далее. Возьмите его товар и реализуйте, и свой комиссионный оставьте себе. Остальные товары дайте. Работайте на комиссионной. Займитесь сейчас на это. Это сами удобно. Или продавайте услугу. Продавайте услугу. Быстрее поднимайтесь. Одну из этих вещей, которые я вам сказал. Но найдите мою книгу. Прочитайте, чтобы избавиться мышления должника. Это самое главное. Там есть система долгитая на глаза. Составьте эту систему. Ведите переговоры с каждыми должниками. Чтобы они определенное время давали вам чуть-чуть времени. Иначе тяжело будет вам. Если есть проценты и так далее, вы должны подойти, вести переговоры, чтобы остановить проценты. Не остановите, вам будет тяжелее и тяжелее. Вы к этому все равно потом придете. Поэтому, сами быстрее вы избавитесь от долгов, если найдете сейчас мой диск, где тренинг долгитая на глаза, полностью конспектуете. Пять-семь раз. Чтобы ваше сознание поменялось. Вот тогда вы точно избавитесь. Еще улов. Еще улов так и будет. Следующий вопрос. С вами, Алик Масай Мураджавович, начала слушать вашу лекцию, начала слушать вашу лекцию, но все равно немного путаюсь. Вы выбирали правильные пути. У меня двое маленьких детей, и я в разводе. Сама кондитер. Содержала семью все семь лет брака, но сейчас стало очень сложно на рынке. То есть, услуги кондитера не стал востребованием, ибо практически всех пекут. Как предвинуть себя и правильно подать рекламу, чтобы возобновить поток заказов? Фатима. Фатима, дорогая моя, раньше было по-другому, раньше был рынок более свободным. С каждым днем будет конкуренция еще больше и больше. Теперь вам надо создать бренд. Вам надо стать брендом. Люди будут покупать только у брендов. Поэтому обычные кондитеры, которые на рынке торгуют, у них уже не пойдет это. Поэтому вам нужно что делать? Посмотрите, пожалуйста, из того, что вы печете, что из них вы хорошо делаете. В нем научите лучший рецепт, хороший рецепт. И открывайте лучше одну небольшую киоску, небольшой магазинчик под брендом. Сделайте его бренд и начните так продавать. Потом по чуть-чуть, по чуть-чуть у вас дело пойдет, второй откройте, третий откройте и так далее. Начните сейчас создавать бренд. Даже если вкусные, вы лучшие всех, даже если печете базары, потихонечку этот бизнес ваш умрет. Потому что бизнес-модель надо поменять. Начните создать себе имя. Из того, что все делите, выберите 2-3 продукта, но хорошую, самую лучшую, продвигайте их. Создайте бренд, иначе по-другому бизнес умрет. Добрый день, меня зовут Дмитрий, мне 20 лет, живу в городе Санкт-Петербург, работаю мерчендайзером. Большое желание начать свой бизнес, но есть проблема с речью, с заиками. Подскажите, с чего начать и как быть. Дмитрий, брат мой, чтобы делать бизнес, тебе заикание вообще не мешает. Бизнес делится умом, тем более ты мерчендайзинг занимаешь. Значит, ты очень хорошо знаешь точка контакта с клиентом. Ты владеешь информацией, которой многие не владеют. Ты владеешь знанием, которая точка контакта. То есть, ты многие точки проблем, не точка, то есть, прямой точка контакта, которая происходит с клиента, ты их знаешь. У большинства людей эти способности нет, у которых у тебя есть. Так что, у тебя бизнес пойдет намного легче, намного хорошо. Но в бизнесе нужно, чтобы желательно, чтобы есть такие хорошие мерчендайзи, хорошо понимаешь, и ты хорошо понимаешь маркетинг и продажа, тогда тебе нужен один другой партнер, который понимает администрирование производства, понимает хорошо. Поэтому тебе надо найти с кем-то нибудь, просто сотрудничать. Для начала так делать. Но на доле сиди, на доле прибыли. Начни с этого, чтобы свои деньги не рисковать, инвестиции не рисковать. Начни с этого. Найди того, кто, кто, например, торговлей занимается, с ним сиди в долю, небольшую долю, проценты сиди с ним. Сам организуй внутреннюю работу магазина. Сам скажи, что вот если у него с вами магазин, работа у него пара месяцев, все привели в порядок, потом скажи, если ты открываешь второй магазин, я могу быть с тобой партнером и на себя возьму все, организационный момент, все проблемы, все и так далее. Бери на себя ответственность и начинай. То есть любой бизнесмен с радостью будет с тобой делиться небольшой долей прибыли, если ты эти вещи хорошо, меньше и хорошо делаешь. Любой предприниматель с радостью это сделает бы. Помни, что деньги зарабатываются благодаря ума, а ты умный парень, а не то, что ты заикаешься, это мелочь. Видишь, я до сих пор на русском правильно не умею говорить, грамотно не умею говорить. Но это же не мешало мне стать миллионером. Понимаешь? Я мультимиллионером стал благодаря мозге, а не потому, что на русском грамотно разговаривают. Есть миллионы людей, которые грамотно говорят на русском. Они еле-еле себя обеспечили и так далее. Поэтому тут не проблема, дорогой мой. То, что ты заикаешь, это не минус. Это природа бывает такое. Ты на это внимание вращаешь. Ставь перед собой цель и думай о своей цели, тогда тебе легче это все сделать. Так, ребята, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику к своим знакомым, друзьям. Пожалуйста, к вашим услугам задавайте актуальные вопросы под этой рубрикой «Посмотрите почту», задавайте актуальные вопросы здесь. С удовольствием ответим вам. И в комментариях пишите, пожалуйста, свои комментарии, свои жизненные опыты. Возможно, ваша жизнь была чуть по-другому и так далее. Но пишите только полезные. Старайтесь, чтобы от вас была польза. От вашего мнения тоже это кому-то помогло и так далее. Желаю вам успехов. До новых встреч и всего вам доброго. Пока. Пока.